Привет, друзья! Мы в Квестиксе обожаем разные игры и развлечения с детьми. Казалось бы, раскраски. Все знают, что это такое. У всех дома они есть, их раскрашивают и мальчики, и девочки. А в этом ролике мы научим вас, как можно с раскрасками играть и интересно проводить время. Мы все привыкли к традиционным книжечкам-раскраскам, а некоторые психологи даже считают, что это вредно для детского развития раскрашивать раскраски. Мол, это ограничивает воображение. Но это совсем не так. Мы сейчас вам покажем классные, необычные, большие, гигантские раскраски. Что такое гигантская раскраска? Да это просто обычная раскраска, но большого формата. Преимущество такой раскраски в том, что, во-первых, ее одновременно могут раскрашивать несколько детей. Во-вторых, покупные раскраски на ламинированной подложке можно раскрашивать карандашами, фломастерами, маркерами, красками. А в-третьих, то, что это необычное и большое полотно для того, чтобы фантазировать. Найти такую гигантскую раскраску можно просто по запросу в интернете. Вы увидите множество готовых вариантов или даже можете найти, как распечатать на принтере на обычных листах А4 эту раскраску по кусочкам, а затем ее склеить с обратной стороны скотчем. Еще один необычный вид раскрасок, который требует концентрации внимания, это раскраски по номерам. Они бывают тоже в виде книжечек, либо в виде картин, и это отличный подарок. А сейчас я расскажу вам 4 игры, как же можно поиграть с самой обычной раскраской. Первая игра – это «Раскрась необычно». Если у вас есть какие-то любимые детские герои, да и вообще любой сюжет, попросите, пусть трава будет голубой, пусть солнце будет красным, костюм героя станет другого цвета. То есть дайте ребенку пофантазировать и сделать картинку небылицу, как на свете не бывает. Девчонки, смотрите, вот здесь 3 зверя, вы раскрашиваете кенгурушек, а я буду зайца. Но давайте раскрасим их так, какими они на свете не бывают, как-нибудь необычно, окей? Окей. Очень классно, когда мы раскрашиваем вместе, это такое медитативное занятие, а к тому же это прекрасное время для душевных разговоров обо всем на свете. А почему он верблюда ведет? Почему строитель ведет верблюда? Еще одна интересная игра с раскраской – «Преврати в другое». То есть мы любой предмет, любой объект, который раскрашиваем, превращаем во что-то другое. Ну, например, свирепому динозавру пририсуем крылья бабочки. Ева, смотри, какой прикольный медведь. А преврати его в кого-нибудь другого, пусть он будет не как медведь. Ну, как зенихцы что-то. Ну, придумай, в кого ты хочешь его превратить? Ну, я хочу с почек. Давай. Третья игра – «Придумай интересную историю». Сказочные герои могут быть сколько угодно красивы и ярко одеты, но просто так раскрашивать все равно может наскучить. А давайте придумаем историю, что произошло с этим героем, куда он пошел в этом наряде и вообще, что происходит на картинке, если там есть какой-то сюжет. Давайте придумаем историю вот по этому кусочку раскраски, что здесь происходит. Я просто хотела сделать сказку из лягушонка. Давай, из лягушонка. Что здесь происходит? Жил-был маленький лягушонок, который родился со своей семьей. Его родители выпускали на Рузу. И он решил выйти сам. Взял, выпрыгнул на кушетку и наконец увидел, какой большой мир так-то на свете, чем этот маленький ручеечек. Интересная, необычная игра, которая точно понравится всем детям от трех лет. Что? Все хорошо. А, блин, ну прости. Ну ты так улыбалась, смеялась, я думала, что-то не так. Клевая, необычная игра с детьми от трех лет, в которую вы можете играть с гигантской раскраской. Найди и покажи. Вы находите какой-то предмет, задумываете его и просите ребенка. Найди кота, найди динозавра, найди иголку. Ребенок находит и показывает. Если детей несколько, можно делать это на время, на скорость. Раз, два, три. Кто быстрее найдет? Два утенка. Вот эти? Так, мальчик в коляске. Вот. Правильно. Для меня такие простые игры с раскрасками стали спасением, когда я по вечерам в будние дни готовила ужин, а дети были заняты, потому что эти игры не требовали никакого моего участия. Поставьте лайк, если тоже любите раскраски. Пока!